Один из пределов Иерусалимского собора назван в честь воскресенских новомочников, а 21 ноября отмечается престольный праздник. Благочинный претерей Сергей Екимов и глава городского округа Воскресенск Артур Болотников встречали епископа Луховицкого Петра. Воскресенском округе 21 человек причислен к лику святых. Это духовенство и прихожане. Икона с образами новомочников находится на иконостасе в первом ряду справа от царских врат. Точное число новомучников и исповедников не будет установлено никогда. Только за первые 20 лет советской власти было расстреляно более 100 архиереев Русской Православной Церкви, десятки тысяч священнослужителей, сотни тысяч монашествующих и мирян, примерно столько же замучены в тюрьмах и лагерях. Канонизировать людей, пострадавших за веру Христову, стали на рубеже тысячелетий. Члены комиссии тщательно изучали не только показания во время следствия, а это материалы допросов, но и то, как жил священник или прихожанин. Комиссия использовала принцип презумпции виновности, то есть при возникновении любых сомнений отказывала человеку в канонизации. Объясняла подход тем, что Православной Церкви нужны святые, которые являются образцом поведения. Новомочников называют богословским ресурсом для спасения России. Нам очень нужна помощь наших небесных покровителей, ангелов, которых мы празднуем сегодня, и наших новых молитвенников, наших взродников, наших земляков, которые жили, служили здесь, а теперь на небе перед Богом и стоят и молятся за нас. Это наши новомучники, это наши новые святыни. Почитая их, мы приобретаем в себе друзей, друзей, которые не просто здесь, на земле, а друзей на небе. О, святые новомученицы и исповедницы воскресенствий, годину лютых гонений за Христа пострадавшие, верность Ему даже до смерти сохранившие, венец жизни от Него приемшие. Новомучники – это дар свыше, который сегодня мы имеем, как милость Божия к нам, и будем учтить их всем своим сердцем, любить их, молиться им, просить их помощи и их молить. Они обязательно нам помогут, обязательно поддержат нас в нашей христианской жизни. Силу вам, помощи Божией, здоровья и спасения. Берегите себя. С праздником! Молились мы сегодня празднику Архангель Михаил всеми местным силам и новомученикам воскресенским. Они не только защитники, они наши молитвенники, перед Богом стоящие, впереди нас идущие. Мы рады, что у нас есть такие новомученики, и мы можем под ними прийти и помолиться. Михаил Силаков даже не ожидал, что сегодня, в День своего ангела, попадет на торжественную службу. 21 ноября – и День архистратига Михаила. Я сам Михаил, вот я сегодня пришел, понимаете. Попросить здоровья, здоровья всей семье, здоровья, чтобы у нас в стране все было хорошо. На службе икона Архангела Михаила находилась рядом с иконой воскресенским новомученикам. Почитание святых, отдавшие жизнь за православную веру – это стремление к Христу. Исследователям предстоит открытие новых имен. Работа с архивами, прославление новомучеников будет продолжено. Евгения Светлая, Евгений Стародубов. Новости Искры ВЭКТ.